Дополнительные меры поддержки. Обращение Президента временно обрушило сайт Госуслуг. Новые споры и новые койки. Для борьбы с коронавирусом нужны все новые и новые мощности. Дагестанцы помогают друг другу. На народные средства для борьбы с коронавирусной инфекцией оборудована 3-я городская больница. Здравствуйте! Это Итоги недели на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. Новый пакет поддержки граждан и экономики и постепенное снятие ограничений. Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Президент России в очередной раз выступил перед согражданами коснувшись темы коронавируса и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается, но каждый регион будет принимать решения по этому поводу самостоятельно, исходя из ситуации. Однако выход из режимов ограничений быстрым не будет, так как он должен быть поэтапным, осторожным и пошаговым, индивидуальным для каждого субъекта федерации. Режим ограничений в любом случае сохранится для людей старших 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Любые массовые мероприятия по всей стране также пока исключены. Решающее слово при снятии ограничений будет, безусловно, за врачами и специалистами. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия. Оздоровление банковской финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей. В этой связи первое. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей, причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнковый месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет. И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. Не хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки, поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно – помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается. Повторю, каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до пятнадцати лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала Госуслуги или через отделение Пенсионного фонда. Отметим, что сайт Госуслуг обрушился после обращения Путина, во время которого он объявил о дополнительной поддержке семьи с детьми из-за пандемии коронавируса. На портале произошёл сбой, в результате которого сайт оказался временно недоступен. К слову, вскоре работоспособность ресурса была восстановлена. В России вводят новые меры поддержки в связи с коронавирусом. Более 27 миллионов детей попадают в категорию для единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребёнка в качестве меры поддержки семьи, о которой заявил накануне Владимир Путин. Всего на эти цели направят почти 200 миллиардов рублей. Как оформить выплату, расскажет Зумруд Гамидова. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. Для получения единовременной выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 16 лет не нужно будет собирать справки. Достаточно обратиться с заявлением через портал Госуслуги или в Пенсионный фонд. Но стоит помнить, что сейчас отделения работают в режиме предварительной записи. При этом Владимир Путин отметил, что никакой бумажной волокиты не будет, а деньги начнут начислять с 1 июня. Я хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение. Для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Также президент предложил в два раза увеличить размер детского пособия до 6750 рублей. Кроме того, все родители, у которых есть ребёнок до трёх лет и которые не получают материнский капитал, получат выплату в размере 5000 рублей в месяц за апрель, май и июнь. Родители, которые остались без работы, получат по 3000 рублей за каждого малыша. А семьи, где доход не превышает прожиточного минимума, получат по 33 тысячи рублей сразу. То есть деньги будут получены сразу за полгода. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярную выплату уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5500 рублей на одного ребёнка в месяц. Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка, положенный семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев. Далее мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Чтобы не записываться в пенсионный фонд, можно всё оформить онлайн через портал госуслуг. Пока специалисты только вводят необходимые функции на сайте, но в ближайшее время они станут доступны. Сейчас можно зарегистрироваться на портале и узнать информацию о других выплатах. 481 человек в Дагестане умер от пневмонии. Цифры озвучил Владимир Васильев в рамках прямого эфира. Он также рассказал о том, будет ли продлён режим самоизоляции. Патимат Ханапова расскажет подробности обращения главы Дагестана. Режим самоизоляции продлён, однако точная дата его завершения пока что не обозначается. По словам Васильева, статистика пока неблагоприятная. И говорить о снятии ограничительных мер рано. Всё будет зависеть от того, как дагестанцы будут соблюдать меры предосторожности. Лишь снижение темпа прироста заразившихся позволит ввести послабление. Я ещё раз покажу вот этот график. Вот когда будет снижение, вот сейчас оно началось, и мы будем соблюдать ограничения, и оно будет уходить вот сюда. Тогда будем решать. Я не хочу сейчас говорить о дате, боюсь ошибиться, но с учётом погоды и самое главное отношение большинства дагестанцев, за что огромное спасибо. Вы знаете, я вчера впервые услышал от многих. Знаете что? Не отменяйте. То есть люди поняли, что это опасно. То вот это произошло, вот дальше уже нельзя. Просто нельзя. Понимаете? Стало известно и о количествах погибших от небольничной пневмонии. Цифры неутешительные – 481 человек. Однако, по словам Васильева, точными и окончательными их назвать нельзя. При этом каждый день вирусной пневмонией заболевает порядка 700 человек. Так, по данным ТФОМСа, рост заболеваемости вирусной пневмонии в Дагестане в апреле этого года составил 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть данные о умерших от коронавируса. Но ведь нет данных о пневмонии. Спрашиваются, почему? Что власть боится на... Ну, что по этому поводу сказать? Власть боится давать информацию, которая не является профессионально выверенной и просчитанной по цифрам. Вот цифры, значит, это вот все хотят услышать. И все боятся этого сказать. Ну, вот говорят, смелость, не смелость. Это не смелость. Но я еще раз говорю. Вот у меня на сегодня, но это очень неоректировочная цифра, у нас по, значит, если говорить по коронавирусу, здесь у нас точные есть результаты, к сожалению. И я хочу высказать соболезнования всем, потому что 26 человек у нас умерли точно совершенно от коронавируса. 26 человек. А вот если говорить о умерших от вне больничной пневмонии, у меня такие данные. Но я еще раз повторяю, мы их сможем уточнить. Я искренне готовился к встрече с вами, поверьте. Ответственно. Я стараюсь так делать. Но вот я разговаривал с Украины Фомса, с министром, говорил с экспертами, которые к нам приезжали. Мы еще будем это обсуждать. Но вот все, что мог, я вот проанализировав, называю эту цифру. Вроде к ней пришли 481 человек. 481 человек. Содумайтесь над этим. Я мог ее не называть. Я ее специально называю. Я понимаю, что меня можно критиковать и сверху, и снизу за эту цифру. И когда я назвал эту цифру, я ее нелегко произнес, потому что, еще раз повторяю, она не объективна. Понимаете? Она не может быть объективна. Я объяснил почему. По нескольким фактам. И самое главное, отсутствие патологоанатомической службы, как таково. По части дополнительных ограничений, помимо масочного режима, вводится и перчаточный. Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается сложной. Поэтому пока что дагестанцам придется проявить терпение, соблюдать режим самоизоляции, тем самым обезопасив себя и своих близких. Ватимат Канапова, Водаут Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Тем временем, Росздравнадзор России выявил в Дагестане нехватку тестов на коронавирус и необходимую для лечения болезни лекарств. Ранее республику посетила комиссия федеральной службы, которая проанализировала деятельность регионального министерства. Итоги анализа уже опубликованы. Основной проблемой субъекта в документе обозначено недостаточное количество тестирований населения на COVID-19. Связывают эксперты это отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов. Также была выявлена нехватка кадров в амбулаторном звене, отсутствие системы мониторинга пациентов, которые лечатся на дому. Кроме того, отмечается, что перепрофилированные для лечения больных коронавирусом медучреждения работают слабо и мало обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты. По результатам анализа региональному Росздравнадзору поручено провести проверку профильного Министерства Республики. Более 8 тысяч коек развернуты в Дагестане для оказания помощи больным. Поначалу были развернуты койки в 28 больницах, однако из-за большого наплыва пациентов и нехватки мест за несколько дней увеличили количество коек в 69 медицинских организациях. Для удобства коечный фонд стали выделять по степени тяжести заболевания, определив места для пациентов, переносящих его относительно легко и жизни которых ничего не угрожает, и для пациентов с тяжелым течением болезни, нуждающихся в постоянном наблюдении специалистов. Так в детскую республиканскую больницу и на базу санатория энергетик направляются пациенты после болезни, на долечивание. А в Дербенте подготовлен к открытию госпиталь для больных пневмоний. Под него переоборудован корпус детского отделения центральной городской больницы. Глава Дербента Хизри Абакаров вместе с главным врачом осмотрели помещение, поговорили с врачами и медсестрами, которые работают на передовой борьбе с коронавирусом. Подробнее, Патиман Ханапова. Госпиталь рассчитан на 145 коек. Здесь продолжается установка дорогостоящего медицинского оборудования, которое поступило от Сулеймана Керимова. Уже определены помещения для красной и чистой зоны. На территории больницы строится новое здание для дезинфекционной камеры. Его планируют завершить в течение 10 дней. Также ожидают специалистов, которые установят новый аппарат компьютерной томографии. У нас два провизорных госпиталя и один ковид-госпиталь. В ковид-госпитале лежат 14 человек на сегодняшний день. Это те люди, у которых, в принципе, определен первичный или повторный положительный анализ и получают лечение. И в двух госпиталях, значит, у нас на сегодняшний день лежат 107 человек. Я могу ошибиться, потому что скорая сегодня интенсивно привозила людей. Это из них практически все с пневмонией, с двусторонней полисегментарной пневмонией практически все. В основном все тяжелые пациенты находятся в Дербенте. И это будет следующий госпиталь, куда мы будем укладывать. Этот госпиталь, в принципе, готов принимать тяжелых пациентов, потому что здесь практически нормативы установления вот этих кислородной подводки привычны в три раза. Вот здесь, как мы говорили сегодня, поэтому мы готовы. Дербентская городская больница сейчас работает как центр предоставления медицинских услуг для всего Южного Дагестана. В провизорных госпиталях Дербента находятся пациенты в тяжелом состоянии. Других распределяют в стационары, открытые в дагестанских огнях, в Бадарии и Белиджах. В условиях пандемии все эти учреждения работают в режиме единой взаимосвязанной системы. Что мы сегодня увидели? Увидели, что 145 месяцев дополнительно сделали, кислороду поставили, комнаты хорошие. Видели оборудование, что ее не сворвали, она здесь стоит, от нее готовят площадку. Видели, что тепловизоры, которые говорили, что они уже исчезли, они на самом деле здесь, их сейчас установят, видели, люди говорят, что брали деньги и что их не принимают. Поняли, что это люди, которые без направления пришли сюда, видно из-за спуга. И видели врачей, которые действительно работают сверх своей нормы. Сейчас растет количество пациентов с диагнозом пневмония. Люди, у которых присутствуют метаболические нарушения, наиболее подвержены неутешительному прогнозу. Детский реаниматолог Дербентской центральной городской больницы Севда Джан Мирзоева, рассказывает о течении болезни COVID-19. Очень многое в прогнозе зависит от сопутствующих хронических заболеваний, от состояния организма на момент вирусной инфекции, от отсутствия метаболических нарушений. Это считается одним из основных критериев тяжести прогноза. Но вскрытие показало, что определенный контингент больных, сейчас они будут называть, то есть там тоже метаболические нарушения, у них больше смертность. Еще пять муниципалитетов Дагестана получили помощь от муфтията республики на общую сумму около полутора миллионов рублей. На этот раз медицинскими приборами и медикаментами для спасения жизни пополнились в больнице Избирбаш, Отцумагинского, Крабудахтенского, Лакского и Кулинского районов. Обо всем по порядку, расскажет Хамзанур Магомедов. Аппарат Боброва называется «Мы остро нуждались». Сколько людей вы спасли? Даже вот этот один аппарат, сколько людей это спасет? Вот этот вроде небольшой аппарат, вроде недорогой аппарат. Сколько людей это спасет? Пять таких аппаратов, медикаменты и прибор для кварцевания муфтият передал центральной больнице Избирбаша. По имя этого, для врачей благотворительный фонд «Инсам» предоставил 170 продуктовых наборов первой необходимости. Пусть вам Всевышний поможет. Тем более, как вы говорите, недавно назначили именно в такой пик. Я представляю, насколько сложная. Очень тяжелая, очень сложная обстановка. Поэтому мы будем всегда рядом. В Карабудахинском районе была оказана помощь больнице села Гурбуке. Медучреждению передали кислородный концентратор, медикаменты и средства индивидуальной защиты. По имя этого, врачи и нуждающиеся семьи районов получили около 400 ящиков с продуктами. У них три детей и сама. Вот одна жут в одну комнату. У них больше никого дома нет. Там тоже решили зайти чуть-чуть в помощь. Это хватило бы. Много принесли. Много не бывает. Без внимания духовенства не остался и Цумадинский район. Центральная больница в селях Гвали приняла медикаменты на сумму 300 тысяч рублей. Это очень большое значение имеет. Потому что с медикаментами проблемы, там с другими есть проблемы. Но особенно не хватало медикаментов. Вам очень большое спасибо. Представители Муфтията обошли также магазины. Они погасили в них долги тех людей, которые вынуждены были брать продукты, не имея на это средств. Мы продолжаем эту работу не только лекарствами и продуктами питания, будем помогать. Призываю всех присоединиться. Помощь от духовенства дошла и до Лакского и Кулинского районов. Центральные районы и больницы передали 80 продуктовых наборов, медикаменты и защитные накидки. На общие суммы более 200 тысяч рублей. Сейчас и у нас в Кулинском районе. Дорогие друзья, земляки, все, кто нам помогают, мы вам очень благодарны. Вы должны знать, что вы стараетесь не только для докторов, но и для наших всех жителей района и нашей республики. Выражаю слова благодарности Муфтиату Республики Дагестан и благотворительному фонду ИНИСАН за оказанную помощь. Помощь, она как раз так и кстати. Все нуждаются, все у нас в районе. И больных много, и которые люди не могут покупать лекарства. Ещё 600 нуждающихся семей в этих районах получили продуктовую помощь. А долги тех жителей, которые не в силах были погасить их перед магазинами, были выплачены. Муфтиат намерен продолжить оказывать адресную помощь муниципалитетам Дагестана. Мы на самом деле перед вами в долгу. Мы признательны вам. Мы благодарны. Дай Аллах вам здоровья, чтобы вас Аллах сохранил для нас. Помощь Муфтията дошла на неделю также до северной зоны республики, Кизляры и Хасавюрта и одноименных районов. Больницам были переданы препараты и необходимые медикаменты, продуктовые наборы. А в магазинах и аптеках представители духовенства погасили долги тех, кто не смог их выплатить. Подробнее в сюжете моих коллег. Вот вспомнил сам закупил вот эти капельницы, тысячу штук. Куда вы скажете, мы сейчас вам их передадим еще. Эти капельницы поступили в центральную городскую больницу Кизляра. Они необходимы в борьбе с коварным вирусом. Спасибо вам большое. Очень кстати ваша помощь. Здоровье нашим людям очень нужно. И мы большую благодарность вам выражаем за вашу помощь. Нам сейчас как раз он очень кстати. Как здесь обстановка? Много больных? Было и до трех с обходом. Мы развернули 10 отделений. Развернули именно по пневмонии. На сегодняшний день потихоньку идет на снижение. Вам, конечно, огромное спасибо, что с Махачпу приехали. Нашли время. Еще 800 капельниц доставили в медучреждение Кизлярского района. Там тоже говорят о положительной динамике и снижении темпов заболеваемости. Отмечается положительная динамика. Идет на спад потихоньку. Я сам работаю заведующим кардиологическим отделением. В этом же отделении остался. Отмечается значительная положительная динамика. Потому что дежурил я еще 4 дня назад. Я принимал 102 человека за сутки. За сутки. А вчерашний день 47 больных. Сегодня первая партия наших врачей вышла уже с Серебряковки. 14 дней отработали. Нормально вроде. Все сотрудники на ногах. Врачам также оказали материальную помощь и раздали им продуктовые наборы. А в честь профессионального праздника Дня медицинской сестры сотрудницам больницы передали цветы. Хотели бы выразить огромную благодарность и знательность за ваш труд и помощь, которую вы оказываете людям. Спасибо вам большое. Спасибо огромное вам. Спасибо. Спасибо. За внимание. За праздники. Наши девочки работают. Вам всего доброго. А мы постараемся сделать все, чтобы вы были счастливы и здоровы. Помимо помощи врачам среди нуждающихся жителей Кизляра и Кизлярского района также распределили 300 продуктовых наборов. Я хочу отблагодарить фонд ИСАН, который протянул нам руку в такую трудную минуту. И все будут благодарны вашей помощи. Дай Аллах вам здоровья. Помимо этого, в местных магазинах погасили долги 11 малоимущих семей. Все они находились в трудном положении и были вынуждены брать необходимые товары без оплаты. Где-то вот эта сумма вышла, вот эта, 14 чем-то тысяч. Представители Муфтиата продолжат выезжать по всему Дагестану и оказывать всевозможную помощь населению, пока в этом будет необходимость. Как раз таки в таких ситуациях познаются люди, их поведение, их иман, что у них есть в душе. Я вам выражаю благодарность за посильную поддержку, за моральную поддержку. Сейчас такое время, когда нам надо вместе сплотиться. Представители Муфтиата передали центральной больнице Хасаверта медикаменты, а также оказали финансовую помощь врачам, которые работают в красной зоне, рискуя собственным здоровьем. В случае необходимости Муфтиата также предоставит здание медресе для размещения и лечения больных. Далее делегация направилась в село Индерейхо Савертовского района. Местные больницы они передали препараты первой необходимости. И без этой коронавирусной инфекции тоже мы видели ваши акции. Вот эти препараты, которые нам привозят или переслывают другие наши знакомые из Москвы, из других городов. Эти препараты, они и дорогие, и быстро идут на расход. Сколько бы их ни было, в них потребность и нужда бывают всегда. Помимо помощи больницам, представители Муфтиата выплатили долги малоимущих жителей в местных магазинах и аптеках. Хозяин одной из аптек Хасаверта, увидев это благой пример, решил сам просить все долги людей за лекарства. Кроме того, Муфтия Дагестана предоставил медресевы Сбербаши для размещения врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. Для них в здании созданы все условия для отдыха и комфортного пребывания. Духовенство возложило на себя обязательства по обеспечению медиков продуктами питания в эти сложные для них дни. Здание расположено рядом с центральной джума-мечетью города. Сейчас занятия в учебном заведении не проводятся. Каждое время живут свои герои и сегодня героями нашего времени с уверенностью можно назвать наших врачей, которые на свой риск и страх ежедневно спасают жизни людей. И мы администрация центральной мечети города Сбербаш под руководством Муфтиат Республики Дагестан пытаемся оказать максимально возможную помощь этим героям. И решение Муфтиата было согласованным с главным врачом центральной больницы города Сбербаш задание Мадраса, расположенное на территории центральной мечети города Сбербаш, отдать для проживания наших врачей. Чтобы хоть как-то поднять настроение медработникам в их профессиональный праздник, сотрудники женского отдела посвящения при Муфтиате преподнесли им цветы. В больницах все еще не хватает ни средств защиты, ни медикаментов. Поэтому волонтеры акции «Мы вместе» попытались решить эту проблему. Так из Сбербашской центральной городской больницы и Гунипской центральной районной больницы волонтерам были переданы комплекты СИЗов. Ранее работники медучреждения обращались на горячую линию и рассказывали о нехватке средств защиты, из-за чего врачи оказались под угрозой заражения. Комплекты, приобретенные на средства, собранные на сайте «Мы вместе», были доставлены из Москвы в Махачкалу поездом. В них входят защитные комбинезоны, респираторы, перчатки и защитные экраны. Активисты ОНФ также передали врачам Каспийской городской больницы фрукты и овощи. Помощь была оказана в рамках работы волонтерского штаба «Мы вместе». Это не первая акция поддержки врачей в рамках работы штаба помощи. Ранее активисты ОНФ передали продукты врачам и других медицинских учреждений республики. Сегодня мы решили сделать вот такой небольшой взнос в это большое общее дело. В пользу случаях я хочу поблагодарить всех медицинских работников, всех тех, кто сегодня стоит рядом со всеми теми, кто нуждается в их помощи. В том числе и работников пищеблока, тех, кто готовит и кушает, тем, кто за ними убирает, кто стирает. Всем большое спасибо и низкий попрон. Бригады скорой помощи в Дагестане обслуживают порой до 700 вызовов в смену. Об этом рассказал в интервью Рия Дагестан первый вице-премьер регионального Кабмина Анатолий Карибов. Напомним, чиновник недавно сам боролся с коронавирусной инфекцией и победил ее. И такая нагрузка была, что они порой выполняли 700 вызовов в смену. То есть на одну бригаду по 20 вызовов. И вот я, находясь в больнице, я видел, как приезжает эта скорая помощь. Она приезжала фактически вечером 35-40 раз. Постоянно пребывали все новые и новые. Да, в этот период какой-то создалась сложная ситуация, что много вызовов. И я вам скажу, очень много сотрудников скорой помощи, врачи, фельдшеры, водители, они пострадали, заболели. Всего сообщил он. В республике работает 549 экипажей скорой помощи. Задействовано 196 бригад. В настоящее время для борьбы с коронавирусной инфекцией в стационарах республики работает огромное количество специалистов. Напомним, что Минздрав Дагестана закупил еще 14 новых машин скорой. Это газели класса «Б», оборудованные всем необходимым для спасения жизни. Автомобили уже распределены между медицинскими организациями в районах и городах. Список больниц составлялся исходя из наиболее острой потребности медучреждений в обновлении автопарка. В ведомстве отмечают, что это не последняя поставка коррект скорой помощи в Дагестан. Ожидаются также новые поступления. Еще 30 машин для этих целей централизованно закупают Минпромторг России. Третья городская больница в Махачкале приняла первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Оборудовать учреждение предначальной необходимой техникой удалось за счет простого народа. Инициативная группа WhatsApp организовала сбор средств. За 5 дней удалось собрать более 3 миллионов рублей. Как благодаря инициативе людей заработала народная больница, увидели наши корреспонденты. Началось все с того, что на сайте Муфтеата вышло обращение главы республики с просьбой помочь оборудовать третью городскую больницу для лечения больных вирусом. Ответили только обещаниями поддержать. Однако, понимая, что промедление недопустимо и потеряв время, можно потерять людей, инициативная группа решила самостоятельно объявить сбор средств. Сбор идет, собрали уже больше 3 миллионов, закупили аппараты уже 20, 20 же, да, мы уже 20 аппаратов уже закупили, аппараты уже в больнице. Народ не только объединился, когда поступали деньги на карту, люди просто писали в Аллахе последние деньги, и мы хотим поддержать на кислород, на больницу. Это просто невероятная была сплоченность, это очень много слез, счастье было пролито за эти дни, аль-хамду лилля. На закупку первых кислородных концентраторов ушло более миллиона рублей. Все оставшиеся деньги также пойдут на помощь больнице. Один из сотен участников благотворительного сбора объяснил, почему он решил сделать пожертвование именно этой клинике. Я знал, куда я даю, и я знал, кто за этим стоит, и я знал, куда она придет. То есть элемент доверия здесь очень важен, очень важен. Я не просто в какую-то там неизвестную организацию отправлял, неизвестно кому. Я знаю лично каждого человека, который стоял за это, и я прекрасно понимаю, куда пойдут эти деньги. И я сегодня увидел подтверждение того, что мои надежды оправдались полностью на тысячу процентов. Закупленные препараты, медикаменты и средства индивидуальной защиты позволили больнице начать принимать пациентов с COVID-19. Медпрессонал пополнили работники Центра грудной хирургии. У нас здесь больница рассчитана более чем на 170 койк. Но изначально мы сейчас планируем принимать сначала 50 пациентов, потом доведем до 100. И в зависимости от того, какая будет складываться ситуация, будем смотреть, может быть, еще раз вернем койки. Так как в нашей больнице не имеется аппарата КТ, по договоренности с Минздравом к нам должны поступать пациенты средней тяжести, уже обследованные с снимками КТ. Следующая цель инициативной группы – закупить аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии, чтобы и обследование лечения пациентов можно было комплексно проводить в этом учреждении. Больница также готова принять волонтеров и врачей в штат. Как только поступили первые аппараты кислородного концентратора, уже в эту больницу начали поступать новые больные. Это говорит о сложной ситуации. Берегите себя и своих близких. Хамзу Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Герои нашего времени. Они работают в красной зоне, каждодневно рискуя своим здоровьем, чтобы спасать жизни других. Во всем мире представители самой гуманной профессии отметили на неделе свой праздник. 12 мая – Международный день медицинской сестры. Представители УНФ в Дагестане решили поздравить людей в белых халатах. Арина Багилова расскажет подробности. Медсестры в разгар эпидемии вместе с врачами на передовой. Люди, которые всегда рядом и на войне в мирное время. Вот и сейчас, когда все борются с неизвестной ныне пандемией, они, оставив своих близких и детей, находятся в самом очаге инфекции, отдавая себя без остатка больным, выполняя свой непосильный каждодневный труд. Вся обстановка сложная. И хочется побыстрее, чтобы эта пандемия, она как бы закончилась. И чтобы, наконец-то, мир восстановился в реальную жизнь, а не вот такую, которую мы встречаем каждый день. Медсестры не видели своих родных уже месяц. Лишь короткими звонками СМС ограничивается их общение. И все, что им хочется, конечно же, поскорее увидеть, как пандемия останется в прошлом. И все смогут вернуться к привычной жизни. Кроме того, что госпитализируются пациенты постоянно, периодически есть передышка? Кроме этого мы пока ничем не занимаемся. Мы госпитализируем, обеспечиваем персонал с СИЗами, одеваем, раздеваем, поддерживаем. В этом состоит на сегодняшний день наша работа. Активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры-медики решили поддержать медсестер в это непростое время, сделав для них небольшое, но приятное дело. Они принесли сестренскому персоналу пироги и фрукты, чтобы хоть как-то скрасить их тяжелые больничные будни. Оценить ваш труд сегодня невозможно. И любые слова, которые бы мы сегодня вам не сказали, они будут лишь маленькой каплей в том большом, великом деле, которое вы делаете. С каждым днем все больше звеньев в цепочке добрых дел. Неравнодушные дагестанцы помогают больницам с доставкой средств защиты, медикаментов и даже теплых обедов. Каждый старается внести свой посильный вклад в общее дело борьбы с эпидемией коронавируса. Не остались в стороне учреждения культуры. Так театры республики начали шить маски, не театральные. За работой мастерист наблюдала и наша съемочная бригада. Вот уже два месяца, как в Дагестане, отменены все спектакли. В связи с этим работники учреждения культуры направили свою творческую энергию на добрые дела. В пошивочном цеху Аварского театра непривычная атмосфера. Вместо выкроек для ярких костюмов на столах ждут в своей очереди заготовки из белого хлопка для защитных масок. Сегодня здесь трудится заведующая швейным цехом Айшат Абдулмиджидова. Большинство ее коллег немного приболели, поэтому для них безопаснее работать дистанционно. Партию из 500 штук уже изготовили, но на этом останавливаться не собираются. Я решила не остаться в стороне. Вот уже две недели хожу на работу и шью маски. Более 300 масок уже пошито. Правда, я одна, но дали помощницы тоже, заболели они тоже. Вот и на дому шьется масок. Вот сегодня принесли тоже. Маски шьют не на продажу. Их передают безвозмездно медикам и волонтерам. Выкроить, обметать, отутюжить, пришить резинку, обработать края. И на выходе готовая маска для тех, кто в ней нуждается. Здесь уверены, что их труд не пропадет даром. Я живу во благо Дагестана, во благо людей. Я желаю им всем нам здоровья крепкого, кавказского долголетия. Дай Аллах, чтобы все это было позади. Кипит работа и в госансамбле песни и танца «Дагестан». Работы достаточно, всем хватает. Делают акцент не на стиль, а на качество. С 25-го числа мы начали шить маски. Шили мы 600 штук. И, надеюсь, сегодня мы их уже отправим. А куда собрались? В центральную больницу, по-моему, либо в Каспис. Культурная общественность уверена, добрая инициатива поможет медикам хоть немного чувствовать себя защищенными во время борьбы с пандемией. Как только ситуация в регионе нормализуется, коллективы вновь вернутся на сцену и будут дарить зрителям свои лучшие спектакли и концертные программы. А педагоги Махачкалы тоже решили поддержать врачей. По инициативе мэра столицы учителя приступили к пошиву марлевых масок для горожан. Ведь чем больше людей защищены средствами индивидуальной защиты, тем меньше будет больных в медучреждениях города. Расскажет об акции. Учителя не смогли остаться в стороне в условиях нехватки средств индивидуальной защиты. Более 40 неравнодушных педагогов шьют маски ежедневно. Елена Растягаева, одна из тех, кто первая приступила к шитью масок, говорит, что стала волонтером, потому что желает помочь людям. Просто помочь. Потому что жалко, что кто-то умирает, болеет. На сегодняшний день это очень тяжело. Потому что видя, как близкие, друзья, семьи болеют, это очень тяжело. На данное время хочется просто помочь. Учителя уверены, чем больше людей будут ходить в масках, тем выше вероятность уберечься от заразы. А следовательно, и меньше ковидных пациентов будет у врачей, которые сегодня, объединив все усилия, борются с болезнью. Поддерживать наших врачей решили таким образом. Как мы можем, так и поможем. Потому что в данное время очень много больных среди, родных, родственников. В течение дня у нас получается где-то 300-350 масок. А за 3-4 дня мы сдаем 1500 готовый вариант. Закупают материал для производства масок мэрии столицы региона. Социальный проект поддержан городским штабом по предотвращению распространения COVID-19 на территории Махачкалы. На сегодняшний день более 80 тысяч масок мы уже произвели в рамках работы городского оперативного штаба. И мы раздали маски волонтерскому корпусу, военкомату, сотрудникам правоохранительных органов. Помимо этого мы подключили бизнес-сообщество, и бизнесмены будут закупать эти маски. Маски, сшитые педагогами махачкалинских школ, раздают на улицах в самых многолюдных местах. Их получают пассажиры общественного транспорта, автовладельцы, посетители столичных рынков, магазинов и аптек. Совершал прогулку небольшую по городу и увидел, что здесь администрация города раздает маски. И хотелось бы призвать наших людей беречь себя, соблюдать гигиену, рук, одевать средства защиты, чтобы максимально уберечь себя и своих родных и близких. Директора образовательных организаций города отмечают, что добровольцев среди педагогов становится все больше. Каждый хочет принять участие в эстафете добра и передать ее другим. Педагоги планируют наращивать объемы фашива масок, так как необходимость в них растет. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Период самоизоляции – это непростое время для каждого из нас. Любая помощь в эти дни особенно ценна. Поддержку в это сложное время оказывает не только государство, но и неравнодушные сограждане. Так, небезразличные к проблемам людей махачкалинцы организовали благотворительную акцию. Ее цель – собрать средства, чтобы закупить запасы продуктов для нуждающихся в них. В благом деле активистов сопровождала и наша съемочная группа. Пожилые, многодетные, потерявшие работу и заработок семьи. К сожалению, далеко не для всех сегодня предусмотрена помощь от государства. И в этом случае подключаются неравнодушные дагестанцы. Акция о помощи началась через соцсети. Группа этих молодых людей попросила единомышленников и всех, кто имеет такую возможность собрать денежные средства, чтобы обеспечить малоимущих необходимыми продуктами. Есть очень остро нуждающиеся люди. Очень. Иной раз заходишь даже, как бы, цепляет за душу. Всего за пару дней активисты оказали помощь более чем 500 семьям. Выражаю благодарность инициативной группе поселок Новокихулай за предоставленные продукты в такой месяце Рамазан, в тяжелой ситуации. Спасибо огромное. Продуктовый набор входит 5 килограмм мяса, куры, 5-килограммовые мешки сахара, муки, а также масла и чай. Продукты доставляли нуждающимся на дом. Мы смотрели другие фонды, в основном стояли крупы, рис. И мы подумали, что в этом положении у большинства людей уже, наверное, скопилось и крупа, и рис, и мука, и гречка. И мы решили дополнить это мясом. Почему мясо – это один из необходимых продуктов для жизнедеятельности человека? И мы, аль-хамдулиллах, не прогадали. На призыв помощи откликнулись многие. Одни добровольцы пожертвовали деньги, другие накормились своей продукцией. Например, ребята из Какашуры отправили около тонны кур. Вот так, без громкой огласки и не требуя ничего взамен, несмотря на обстоятельства, они делают жизнь других людей чуть легче. Как таковой организации никакой нет. В группе 6-7 человек, все братья двоюродные друг к другу. Идея просто не стала поддержать дагестанцев соотечественников в это тяжелое время. Волонтеры соблюдают все необходимые предосторожности. Они обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Ведь сейчас для них главное не только обеспечить питанием нуждающихся, но и позаботиться о здоровье своих земляков. Я хочу обратиться к нашим дагестанцам, братьям мусульманам, всем, кто услышит эту запись. Помогите людям, как вы можете. Потому что в критических ситуациях проявляется искренность человека, его благонравие, его качество. Как он будет относиться к своему ближнему. Потому что завтра неизвестно, в каком положении окажемся мы сами. Что будет дальше, никто пока предсказать не может. Но чем больше людей присоединятся к движению добровольцев, тем больше шансов, что забота о тех, кому тяжелее других, станет частью повседневной, послепандемической жизни. В Дагестане развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана. Напомним, что около шести сотен граждан соседней республики оказались в тяжелой ситуации из-за того, что не смогли попасть к себе домой после закрытия российско-азербайджанской границы. Подробнее в нашем следующем сюжете. Пункт временного размещения развернут в Дагестане сотрудниками МЧС для граждан Азербайджана. Они не могут вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время несколько сотен граждан Азербайджана ждут открытия границы, а пока вынуждены искать временное жилье в Дербенском и Магарамкенском районах. Ранее людей временно размещали в мечетях, гостиницах, на базах отдыха, кого-то приютили жителей сел. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы. МЧС уже доставила из Махачкалы в Магарамкенский район оборудование для временного размещения. В работе задействовано около 30 специалистов. Автоколонна Главного управления МЧС России по республике Дагестан доставит из Махачкалы в Магарамкенский район оборудование для пункта временного размещения вместимости до 210 человек. Такое решение о развертывании пункта было принято после обращения главы Дагестана Владимира Васильева для оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии. Считанные дни остаются до любимого праздника мусульман – Ураза Байран. Муфтия Дагестана призвал верующих отмечать это радостное событие дома. В обращении говорится, что ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей республике все еще остается сложной. Поэтому духовенство настоятельно рекомендует граждан соблюдать режим самоизоляции. Несомненно, всем нам хочется провести это торжество, поздравляя и навещая друг друга, как мы привыкли делать в этот богословенный день. К сожалению, при угрозе заражения опасным вирусом это невозможно. Ведь эта болезнь уже унесла множество жизней наших братьев и сестер. Муфтия Республики категорически настаивает и призывает население региона в праздничный день Ураза Байрам соблюдать режим самоизоляции, не устраивать пышные торжества с приглашением гостей, не посещать кладбище, в том числе выезжая для этого в село, а также совершить праздничную молитву и ид-намаз дома. Также убедительная просьба ко всем жителям Дагестана уберечь наших детей от возможного заражения и не отправлять их собирать подарки и сласти. Просим с пониманием отнестись к этому призыву. Тем временем обязательный закат ульфитр можно будет выплачивать, не выходя из дома. Это милостыни, которые мусульмане по окончанию месяца Рамадан направляют в пользу бедных. Благотворительный фонд Инсан организовал несколько способов онлайн оплаты для этого. Все они согласованы с отделом ФЕТ в Примуфтияти Дагестана. Подробнее в нашем сюжете. Первый способ – через сайт благотворительного фонда, который так и называется – фондинсан.ру. Он подойдет каждому, кто имеет выход в интернет. Буквально первое, что он видит на сайте – это выплатить закат ульфитр. Здесь есть кнопка «Подробнее». Здесь идет уже более подробное описание, то, как выплачивается закат ульфитр, в каком размере это все выплачивается, как сделать намерение и так далее. Дальше мы кликаем кнопку «Выплатить». И уже человек выбирает, через какие системы он будет оплачивать – с номера телефона или с банковской карты. Здесь он может выбрать это. И здесь он уже дает полномочия фонду Инсан. Я даю полномочия фонду Инсан в лице Магамдара Сула выплатить нуждающим за закат ульфитр. Он указывает свое имя, номер телефона и сумму, которую он будет выплачивать. Второй способ подойдет больше тем, кому легче переводить средства на банковскую карту. Мы определили карту Сбербанка, по которой человек может перевести ту же сумму, которую он снял за закат ульфитр, от себя, за свои семьи и так далее, с отметкой, что средства закат ульфитр. А для тех людей, которые не пользуются интернетом и у которых нет банковской карты, порядок выплаты заката остается прежним. Это прийти в офис фонда, прямо в бухгалтерию выплатить средства закат ульфитр, где мы тоже будем соблюдать все предписания самоизоляции и безопасности. И во дворе офиса фонда будет стоять машина, где именно непосредственно пшеницей тоже можно будет выплатить закат ульфитр. Закат ульфитр можно выплатить одним из видов продуктов питания. В зависимости от этого меняется и сумма милостыни за одного человека. В ханафитском мазхабе можно выплачивать закат ульфитр стоимостью несколькими видами продуктов, не только пшеницей, но и рис, изюм, финики. Поэтому, учитывая нашу финансовую возможность, рекомендуется выплатить стоимостью именно тех продуктов, подходящих для нас. По любым возникшим вопросам можно будет напрямую обратиться к специалистам по номеру горячей линии фонда «Инсан». Муфтя Дагестана призывает выплачивать закат ульфитр преждевременно, чтобы поскорее помочь тем, кто вынужден оставаться дома, не имея необходимого пропитания. Хамзанур Магомедов, Халида Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Мероприятия, посвященные Дню Победы, по всей стране продолжаются и обретаются новые и новые формы. Так самарские фронтовики прочли стихотворение Расула Гамзатова о войне. Военнослужащие 2-й гвардейской общевоисковой армии Центрального военного округа записали трогательное видео. Строки известного стихотворения прочли 13 фронтовиков, у чьих домов военные провели персональные мини-парады и концерты к 75-летию Победы. Вы о нас, сыновья, забывать не должны. Все, что мы защищали, и вам защищать. Все, что мы завещали, и вам завещать. Потому, что свобода не знает сыны. Вы о нас, сыновья, забывать не должны. Стихотворение нашего прославленного земляка «Сыновья стали старше вы ваших отцов» из уст ветеранов звучит как призыв. Призыв к тому, чтобы мы помнили историю и никогда не забывали о долге и чести. Будьте долгу верны, добрым думам верны. А это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Оставайтесь дома и берегите себя.